Приветствую! В этом видео мы разберемся с тем, что же нужно делать студентам в условиях, когда запрещен им выезд и в тех условиях, когда Арестович заявил о возможной мобилизации студентов. Почему, на мой взгляд, мобилизации не должно быть студентов, я рассказывал в предыдущем видео, ссылочка есть в описании, можно его посмотреть. Здесь же мы поговорим о том, что нужно делать, почему стоит, собственно говоря, продолжать отстаивать свои права, право на образование, право на выезд свободно из Украины и как это сделать. Итак, что, на мой взгляд, нужно первое сделать? Это подписать петицию. Друзья, на сегодняшний день есть петиция, в которую подписало уже порядка 18 тысяч человек. И у меня один вопрос только возникает. Ну, если мы все говорим, что мы недовольны тем, что не выпускают нас, почему только 18 тысяч ее подписало? Почему она до сих пор не набрала 25 тысяч необходимых, хотя уже эта петиция висит больше месяца? Так вот, друзья, многие из вас там, конечно, сейчас скажут, что да мы не верим в это, это бесполезно. Друзья, можно не верить, можно считать, что это бесполезно. Тогда вопрос о том, чтобы отстаивать свои права, вообще не поднимаем. Ну, вот сидим, приняли как есть и все, и довольствуемся тем, что отстоять права невозможно. Для тех же, кто хочет хотя бы что-то сделать и хоть как-то повлиять на свои права, на защиту своих прав, друзья, подписываем петицию, во-первых, ссылочка есть на нее в описании. Проходим, подписываем, это первый шаг. Шаг второй. Если вы не получили на сегодняшний день отсрочку до сих пор, то ее надо получить. Независимо от того, получится у вас выехать, не получится выехать, если вы сейчас обратитесь в ТЦК и ИСП, то как минимум вы получите отсрочку на полгода. И это нужно сделать. Думаю, не стоит объяснять, зачем это нужно. Следующий этап. Нужно ехать на границу. Нужно ехать на границу, пытаться выехать. Прекрасно понимаю, что вы не проедете, но вы едете туда не за тем, чтобы выехать. Ваша задача получить письменный отказ. Зачем это нужно? Письменный отказ нужен нам для двух вещей. Первое. Нам нужно, чтобы вас не отчислили из университета. Для этого вам нужно будет обратиться в университет и как-то объяснить свое отсутствие. А как вы собираетесь объяснить, какая у вас уважительная причина того, что вы не появились на занятиях? И вот здесь как раз нами нужен отказ. Мы приложим к этому заявлению в институт вот этот отказ от ДПСУ, что вам запрещают выезд из Украины. И, соответственно, после этого мы пишем заявление в институт с просьбой вас не отчислять и с объяснением причины неявки на занятия. И прилагаете, соответственно, к этому копию письменного отказа. Следующий этап. Мы обжалуем этот отказ в ДПСУ. Мы пишем жалобу на незаконный отказ в пересечении границы. И, соответственно, скорее всего, конечно же, мы получим что? Мы получим снова еще один отказ. Почему мы это делаем? Несмотря на то, что прекрасно понимаем, что ответ будет нам отрицательный, нам нужно зафиксировать перечень документов, которые мы подавали в ДПСУ. Вот нам это нужно зафиксировать. Зачем нам это нужно? По двум причинам. Ну, во-первых, в письменном отказе, как мы знаем, погранслужба не расписывает, какие документы были предоставлены для пересечения границы. Они, как правило, напишут, что был предоставлен паспорт гражданина Украины для выезда за границу. И все. Нам нужно зафиксировать, какие же документы на самом деле мы подавали в ДПСУ. И это мы можем сделать путем подачи жалобы. И приложив, соответственно, все документы к ней. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы в дальнейшем обратиться с исковым заявлением в суд и обжаловать решение ДПСУ уже в суде. Конечно же, вы скажете, а какие шансы на то, что суд удовлетворит ваше исковое заявление? Друзья, не знаю. Шансы, скорее всего, не очень. Никто вам сейчас, ни один юрист не может дать гарантию, что вы победите в суде. Но! Это вариант, безусловно, для тех, кто готов отстаивать свои права. Потому что, если вы не обратитесь с иском в суд, шансы на то, что вы сможете выехать, на сегодняшний день равны нулю. Как только вы обращаетесь с иском в суд, эти шансы становятся как минимум отличными от нуля. То есть, у вас хотя бы появляется шанс попасть на того судью, который займет другую позицию. И мы с вами прекрасно знаем, что даже на сегодняшний день есть судьи, которые уже выносят решения судов, которые идут вразрез с позицией ДПСУ, с позицией государства. И за это мы, ну как бы, отдаем соответствующую дань уважению тем судьям, которые, несмотря на позицию государства, принимают позицию людей и принимают решения в соответствии с действующим законодательством. Поэтому, друзья, вот этот путь, петиция, далее, получение отсрочки, поездка на границу, получение письменного отказа, обжалование отказа в ДПСУ, отправка письма в свой университет с просьбой не отчислять и обжалование в суд данного решения, это путь для тех из вас, кто готов отстаивать свое право на образование, кто готов бороться с государством, несмотря на то, что оно сейчас ограничивает ваши права. Ну, вы часто спрашивали у меня, а что, зачем ты вот это нам рассказываешь, да? Мол, а что делать? Вот вам полный ответ на вопрос, что делать. И, безусловно, я прекрасно понимаю, что кому-то из вас не понравится этот путь, кто-то скажет, что досудебная система прогнила и всякое прочее. Но, друзья, поверьте, там есть масса людей, и они сейчас уже это показывают. Они показывали это во время карантина, когда суды принимали решения, которые шли вразрез с официальной политикой государства. Поэтому, друзья, дальше выбор за вами. То ли пассивная позиция, то ли активная позиция. Выбирайте. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях, и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Также, друзья, напоминаю, что я сделал телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к видео. Подписывайтесь на него. Вы всегда будете получать уведомления о новых видео, о новых текстовых материалах, посвященных выезду и мобилизации в Украине. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!